Всем привет! Сегодня 26 августа, Московская область. Буквально через пару дней я уеду. У меня долгое время не будет. И хочу вам перед отездом показать, как я подготовила теплицы. Погода у нас осень-осень, днём максимум плюс 15, ночью плюс 9, и практически каждый день идут дожди. В общем, лета в этом году не было и не будет. Это у меня теплица стеклянная, перечная, огуречная. Здесь посередине я выращивала огурцы, уже показывала на двух крайних грядках сладкие перцы. Огурцы, конечно же, я убрала, потому что их поливать некому. Огурцы нужно поливать каждый день. И дабы здесь не завелся у меня клещ, я решила их убрать. Замульчировала толстым слоем травы, скошенной. Вот она лежит, чтобы земля не была голой, конечно. Проходы у меня замульчированы щепой. Перцы я, конечно же, оставила, потому что им ещё и расти, и расти. И в теплице у меня неплохо держит тепло, поэтому они ещё месяц здесь у меня точно будут плодоносить. Буквально вчера я ещё собрала урожай перцев, закрыла аджику. Кстати, рецепт будет в телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь. Там короткие, небольшие видео тех, которых нет здесь на ютубе. Так вот, перцы вчера собрала, закрыла аджику. И сегодня перед отъездом я что сделала? Пролила хорошо грядки с перцем. Здесь у меня мульча тоже скошенная трава. Хорошо пролита просто водой обычной. И я ещё обработала вот таким средством. Фитоспорин «Золотая осень». Это природная защита от болезней растений и самого урожая, самих плодов. Замечательное средство. Значит, знаете, как я развожу? Взяла 10 мл этого маточного раствора. Он в жидком состоянии здесь находится, в этой банке. И разбавила вот в баке. Здесь, по-моему, 9 литров у меня объём. Разбавила 10 мл маточного раствора. И по листу прошлась. И также попадала это и на плоды. Но здесь можно вот этим средством обрабатывать и сами плоды. Я вот тыкву-гигантика обрабатывала саму тыкву вот этим раствором. Я брала, значит, на пол-литра 50 мл маточного раствора. И проходилось тоже мелким распределением по самой тыкве, по самим плодам. Но любые плоды можно. И перцы, что вы хотите. Это обеспечивает лёжкость. В общем, тоже заболевание предупреждает. Ну, такое чудо-средство. Вы знаете, я минеральными удобрениями не пользуюсь. Химическими средствами в теплице я не пользуюсь. Только если открытый грунт, то там да. А в теплице это для меня исключено. Поэтому вот биологический препарат «Золотая осень». Прекрасно. Давайте я вам ещё раз покажу. Вот так он выглядит, этот препарат. Здесь полностью инструкция, как разбавить, что сделать. И можно также ещё им работать по почве. Вот осенью, когда я буду мыть теплицы, а мою я их только осенью и обеззараживаю почву тоже. Всё подготавливаю к весне с осени. И можно проливать почву для обеззараживания вот этим препаратом «Золотая осень». И весной также можно, и осенью. Что я буду делать? Осенью, а затем перед высадкой рассады я это сделаю весной. Ну вот таким образом у меня будет теплица на время моего отсутствия. Механическая форточка будет открыта. Два автоматических окна, они сами открываются и закрываются. Ну а дверь у меня будет прикрыта наполовину. То есть я её наполовину закрою. Вот так. Здесь пока шторка, я сейчас её подниму, чтобы листва сквозняком просохла. Чтобы перец в ночь не уходил мокрым. Ну вот так всё это здесь выглядит. Кстати, перцы в открытом грунте сладкие тоже обработала. Проливаю и обработала фитоспорином «Золотая осень». Вот. Так это всё выглядит. Ну, в открытом грунте особо урожай не спеет, потому что нет солнца и очень холодно. Ну, перцы есть. Вот так они выглядят. Так, значит, кабачки здесь у меня, помните, были высажены. Я их убрала, потому что они заболели мучнистой ростой. Туманы у нас жуткие. Дождь и холод. Привет, мучнистая роса. Вот. Я всё убрала, смыслов держать не было. Тем более, меня это не будет обрабатывать. Я химию овощей даже и не стала. Также обработала и острые перцы в мягких контейнерах. Это у меня теплица томатная. Здесь выращиваю высокорослые томаты. Я единственное, что эту теплицу не проливала, чтобы здесь было сухо. Хоть и томатов здесь немножко у меня осталось, но сырость здесь ни к чему. Поэтому я не проливала, а просто обработала по листве вот этим фитоспорином золотая осень. И сами плоды обработала с мелким распылением. Ну, вот так можно и теплиться. Сегодня я ещё собрала вот эти черри, закрыла маринованные томаты. Кисло-сладкий рассол делаю, очень вкусно получается. И вот эти порционные томаты черри. Замечательно. Вот так. Муча здесь солома. Междуряди щепа. Но в теплице сухо. Вот дверь открыта, это чтобы проветривалось сквозняком. Два механических окна будут открыты. Дверь в теплице будет открыта. Будут закрываться, открываться только автоматические окна. Вот так я подготовила теплицу к своему отъезду томатную. Томатов ещё довольно-таки много, потому что, ну, уже девать некуда. Я аджику вчера закрыла томаты, сорвала крупноплодные все, убрала. Вот остались такие коктейльные томаты и черри. И вот ещё немножко здесь крупноплодных мясистых. Всё это будет ждать меня до приезда. Ну, вот, в принципе, всё. Хотела вам показать теплицы. Все грядки, которые на улице, также, видите, замульчированы скошенной травой, толстым слоем. Это я уже готовлюсь к осени. У меня на сегодня всё. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на YouTube-канал, заходите в Telegram-канал. И всем пока!